Задача власти обеспечить безопасность работы медиков. Резонансное преступление прошлой недели, когда психически больной человек напал на бригаду скорой помощи, заставило власть задуматься о том, как защитить врачей от потенциальных преступников. Этот вопрос стал одним из главных обсуждаемых на совещании в обл. администрации. Всех социально опасных людей в единый список. Местная власть вместе с милицией решили узнать, сколько в области душевнобольных и кто из них может быть потенциальным преступником. Задача максимально обезопасить врачей скорой помощи, чтобы они заранее знали, к кому едут на вызов и заручились поддержкой правоохранителей. Так вот, провести ревизию. Раз. Второе. Необходимо в каждую скорую помощь бригаду дать списки данных, так сказать, данных категорий людей. Это раз. Кроме этого, необходимо дать списки еще семейных дебоширов. И если этот человек находится на учете в всех больницах, конечно же, я, Василий Алексеевич, требую от Вас, и присаживайтесь, пожалуйста, и от Вас, Андрей Григорьевич, требую, чтобы такие вызова сопровождались обязательно нарядом милиции. Кроме этого, значит, я считаю, что действительно будет правильным оборудовать скорую помощь и кнопками тревожной синализации. Вот это очень правильно, абсолютно правильно, Александр Ченсандович. И на это денег не жалите. В защите нуждаются не только медики скорой помощи, но и врачи приемных отделений запорожских больниц. Поэтому службу там будут нести милиционеры. Ведь пациенты попадаются разные, и не всегда доктора могут с ними справиться самостоятельно. Мы приняли решение укрепить каждое приемное ургентных больниц отделения нарядами милиции. Я уже дал команду по заключению договора на оба приемных покоя центра экстремальной медицины, для того, чтобы там оборудовать постоянно действующий пост. И мы с учетом тех предложений, которые сегодня были озвучены, в течение недели подготовим мероприятия по всем городским больницам. И облгосадминистрация, и горсовет, я лично, вы лично берем на особый контроль. Этот дикий случай еще раз нам напомнил, что мы все в безоплатном долгу перед работниками медицины, а и особенно скорой помощи. Кроме того, на совещании было объявлено, что в ближайшее время во всех медучреждениях области, где проходят лечение больные с психическими расстройствами, состоятся проверки.